Пора каникул и отпусков – долгожданное лето. Может быть омрачено, если не соблюдать элементарные правила безопасности. Риски, связанные с этим временем года, можно условно разделить на три группы. Воздействие ультрафиолета на кожу. Вторая – это влияние на организм высокой температуры воздуха. Отсюда и возможное обезвоживание, о которых предупреждают врачи. А третья группа рисков связана с действиями или невнимательностью самого человека. Травмы, отравления, несчастные случаи. Особенно внимательно нужно относиться к здоровью детей. В летний период в основном доминируют кишечные инфекции, вирусные инфекции. Бытовой и детский травматизм тоже доминируют. К сожалению, есть фактор воздействия неблагоприятной, связанной с кишечными инфекциями. Это отравление и немаловажный фактор присутствия насекомых, которые нарушают жизнедеятельность детей. Какие-то незначительные связаны с комарами, более значимые связаны с перепончатой крылами. И большое-большое значение имеет именно в теплый период это заболевание, передающееся клещами. В начале июля в 63-й регион пришла аномальная жара. Вместе с ней и риски часто попадать под палящее солнце. Многих потянуло на пляж, к воде. Но загорать, напоминают эксперты, тоже нужно с умом. Все знают, что солнечное излучение позволяет вырабатывать в организме витамин D, который полезен, который играет определенную и очень большую роль в очень многих процессах. Существуют очень простые условия, которые можно соблюдать и получить пользу от загара. Это время пребывания на открытом солнце. Лучшими периодами для принятия солнечных ванн считаются промежутки с 6 до 10 утра и с 16 до 19 часов. А вот с 11 утра и до 3 часов дня пребывать на солнце совсем не рекомендуется. В обычное время важно выбирать одежду из легких тканей и ту, что покрывает всю кожу, защищая от ультрафиолета. Не стоит забывать и о головных уборах и солнцезащитных кремах. Кажется, что просто, но, к сожалению, у многих граждан, особенно девушек, возникает соблазн в такую погоду использовать максимально обтягивающие ткани. Они, конечно, бывают и красивы, но они нарушают ту самую микроциркуляцию, которая уже является уязвимой в жару. Не стоит злоупотреблять в жару и холодными напитками. Есть риск простудиться. Температуру на кондиционере выставляйте не ниже 25 градусов. Мария Левина, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова